423 855 голосов избирателей Новосибирской области обеспечили Владимиру Городецкому победу на выборах. 24 сентября он официально вступил в должность губернатора, обязанности которого исполнял с марта этого года. Церемония проходила в государственном концертном зале имени Арнольда Катца. Напомним, что 14 лет Владимир Городецкий находился в должности мэра, затем перешел в областную администрацию в статусе вице-губернатора. Однако не прошло и трех месяцев, как он стал временно исполняющим обязанности губернатора. Выборы от 14 сентября этого года уже четвертые в карьере Владимира Городецкого. Я понимаю те множество проблем, которые есть в реальной жизни, но будем поэтапно, постепенно решать. Самое главное, я очень надеюсь на то, что, понимая свою персональную ответственность, я очень надеюсь, что я, как всегда, буду не один. Надеюсь на поддержку тех людей, которые были со мной вместе и те предыдущие 14 лет и выборную кампанию. Поэтому я очень на это надеюсь. Первая сегодня задача – это закончить без потерь уборку урожая. Я рад, что сегодня уже есть. Вот Юрий Федорович доложил, до этого уже три хозяйства закончили. Вот поэтому вот это первая задача. Мы работаем очень сбалансированно сегодня, интенсивно над параметрами нового же бюджета и параметры нового видения планов социально-экономического развития. Это непростая, как всегда, задача в любых условиях экономики. Сегодня она несколько сложнее, но она решима. Поэтому разрабатываем, будем в диалоге и с общественностью, будем в диалоге и с депутатским корпусом, которым будем представлять на утверждение наши параметры. Поэтому вот это, думаю, первейшая из таких стратегических задач. Мое последнее событие и госсовет, и инвестиционный форум в Сочи меня убедил, что мы вообще на правильном пути с точки зрения подхода к решению этих стратегических задач. Она главное – повышение экономики региона, страны. Поэтому, думаю, очень правильно, что мы обозначили свою задачу и уже к ней приступили к реализации. Это разработка государственной программы индустриализации Новосибирской области. Самая дальнейшая задача и сегодняшняя, и дальнейшая – это работать на объединение. На объединение людей разных возрастов, разных взглядов, разных партий. Другой уровень масштаба в решениях задач, он не только сопряжется с ним, с пониманием ответственности другого. Идти нет, как идти вперед, развиваться в нашей области и решать те проблемы реальные, которые реально в жизни есть. Новоизбранный губернатор отметил, что ему потребуется месяц на решение кадровых вопросов и структурных изменений в правительстве области. На данный момент известно, что бывший руководитель Департамента архитектуры Сергей Боярский возглавит региональное министерство строительства.